С сегодняшнего дня я принял такое нелегкое для себя решение, но уже давно желанное, я решил похудеть. Дело в том, что когда-то, еще до свадьбы, я был очень худой, очень жилистый, очень худой. По мне можно было изучать анатомию, то есть я был сушеный, не сказать, что я был прямо атлетически сложен так, что у меня были очень большие мышцы. Я был очень хорошо, конечно, развит, был очень вынослив, я подтягивался 36 раз, выход на 2-14 раз делал, еле 2 пуда выжимал несколько раз, раз, наверное, 15, вот так вот примерно. Но был я худой, вот. И в детстве тоже был худой. Но потом я женился, работая самосидячий и интеллектуальный труд сделали меня достаточно другим, хотя я спорт никогда не прекращал, занимался очень серьезно. Иной раз я даже хотел набирать вес, и что и делал, это у меня стало получаться достаточно легко, но с годами мне стало достаточно трудно худеть. Занимался, значит, третизмом и бодибилдингом, как дополнение к занятиям боксом, джиу-джитсу и карате, потому что эти виды для меня профилирующие были всегда. Вот, и вес мне зачастую помогал, то есть я и сейчас не чувствую, что вес меня в какой-то мере обременяет, нисколько вообще совершенно. То есть я чувствую себя великолепно. Но, не знаю, мне просто хочется посмотреть на свое тело, какое оно реально является. Дело в том, что я знаю, что у меня хорошо развиты мышцы, замечательно развитый пресс, который я очень люблю, и ненавижу тот слой сало, который это скрывает. Вот это видео, которое я записываю сейчас, да, подкаст этот, я хочу посмотреть на себя и вам показать, как выглядит, собственно, мое тело сейчас. То есть сейчас я далеко не худой, вешаю я сейчас где-то порядка 92 килограмма, может быть, 90, вот у меня так оно где-то варьируется на протяжении года. То есть 90, а 90 до 95, вот, скидывал я вес и до 84 килограмма, и даже до 80, тогда было очень приятно посмотреть на себя. Вот я примерно до этого веса и хочу скинуть. Ну, это когда в фитнес-клубе, где я качаюсь, просто проводились акции какие-то, где за лучшую форму давали какие-то призы. Вообще, чтобы этот приз получить, я скидывал тогда вес, я получил, все, я был рад, доволен, все, ну и вес я очень быстро набрал. Набираю вес очень легко, то есть я генетически, наверное, предрасположен, да, в полноте, и в молодости это не проявлялось. Но сейчас это стало проявляться, и отец и мать у меня, они достаточно полные люди, вот, хотя отец все время тоже занимался спортом очень долгое время. Он кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике был, занимался гиревым, спортом, футболом, чем только не занимался, в общем-то, на самом деле. И форма у него всегда была великолепная, но с годами он тоже поправился, и вот и мя, такая же фигня. Максимальный вес у меня, который был, это 110 килограмм я набирал, иногда занимался тоже бодибилдингом очень серьезно, вот, работал на результат, и, конечно, тогда вес я сильно поднабрал. Ну что ж, давайте посмотрим, как, собственно говоря, я выгляжу сейчас. Выгляжу я примерно вот так. То есть видно, что где-то там у меня есть мышцы, да, где-то там они есть, но они где-то там далеко под слоем сала. Еще живот не показываю, хотя даже через сало видно, что есть какой-то пресс. Сейчас посмотрим на живот. Вот мой живот, собственно говоря. То есть на самом деле это уже действительно хара, это пузо. Вот если я его подтянул, да, там все хорошо, там условно говоря, да, но на самом деле мне не нравится. Если расслабиться сейчас полностью, ну, правда, поел я недавно, то выглядит это вот так. И на самом деле мне не хочется показывать вам то, как это показывают в рекламных каких-то буклетах, да. Человек сам снимают, вот такого, как я, который когда-то чем-то занимался. Вот в таком виде он еще раздувает живот вот так вот, стоит такой, да, пузо показывает свое. А потом, значит, этот типа до, а после он вот так вот делает, раз так, немножко таз поджимает под себя. И получается, а это, говорит, а это после. На самом деле не хочу так делать. Я хочу, чтобы все было по-настоящему. Все по-настоящему. У меня, как у большинства мужчин, жир внизу скапливается, живота, да. У всех, ну, почти мужчин, это как бы зона. У женщин это бедра, да. Мужчин сначала здесь, потом вот здесь, да, на боках. Вот. Ушки вот эти вот так называемые появляются. Над этим, собственно говоря, я и буду работать. Что хочу сказать, что я такое делаю вывод, да я, дабы не смущать своими телесами себя, сейчас маечку надену, и разговор-то мы продолжим дальше. А в следующем ключе мы продолжаем разговор. Работать над собой можно по двум направлениям, чтобы скинуть вес. Первое направление – это диета, да. Второе направление – это занятие какими-то физическими упражнениями. То есть, если мы тратим, есть такая теория, если мы тратим большее количество килокалорий, чем мы их потребляем, значит, мы, соответственно, худеем, да. То есть, они же куда-то деваются, да, они расходуются. На самом деле, так формально подходить к этому вопросу нельзя. Есть люди, которые… Это все зависит от обмена веществ, от качества пищеварения, от эффективности пищеварения и усваиваемости. Дело в том, что есть люди, которые едят очень мало, и в то же время могут легко набирать вес. Когда-то в свое время я занимался в Москве, в спортивном зале, на чистых прудах. И там меня поразили люди, которые кушали очень мало орехи, мед, сырки, там какие-то вот эти, ну, глазированные, творожки вот эти. И имели великолепную физическую форму не в том плане, что они себя хорошо чувствовали. У них было мощное и развитое тело. При всем при том, что они когда-то его, конечно, сформировали, и им оставалось его только, ну, в общем-то, в актуальном состоянии содержать. Это без всяких беспротеиновых добавок, без каких-то мультивитаминных комплексов и минеральных, да, без этого всего. Без элькарнитинов, просто вот малая такая диета и упражнения физические. Просто у них настолько развита система пищеварения, она утилизирует фактически с КПД почти 100% все, что в организм, в общем-то, попадает. И они не испытывают ни чувства голода, ничего. Если они физически заниматься не будут ничем, то они вообще могут, я не знаю, там, долго не есть достаточно. Великолепно получается у них. И я вам говорю, реально, то есть тело у них выглядит просто великолепно. То есть просто великолепно выглядит. Есть люди, которые могут есть как в топку, что называется, и не поправляться. Это, как правило, люди, у которых повышенный пул гормона щитовидной железы. У них обменные процессы на очень высоком уровне находятся. Они могут вообще поглощать все, что угодно. У них несколько повышенная температура тела, статус такой. И у них улетает все как из пушки. При всем при том, что они находятся не в патологической какой-то самозоне, да, выработке гормона этого. Это в нормальных допустимых нормах. Я не говорю про базедовую болезнь. Это не базедовая болезнь, то есть в рамках нормы, когда все дела происходят. Есть люди, у которых не усваивается, да, то есть они не с варенья, что называется. Они постоянно пищеварительные какие-то расстройства. Они едят тоже, как в паровозство, закидывают. Но у них на самом деле все, что они съедают, все выходит. Есть люди, которые едят не те продукты, которые надо. Или, вернее, те, которые, может быть, надо для того, чтобы не поправиться. Если вы будете лопать одни салаты, капусту, не знаю, там, не жареную, а вареную, свежую, салаты какие-то свежие. Вы можете разбивать живот до состояния, там, не знаю, бегемота. Но поправляться в плане жира, на отложении жира вы не будете. То есть на самом деле очень многое зависит от диетики, от личного самостатуса. Вот я в еде не отказываюсь, в общем-то ни в чем. Я люблю покушать хорошо, люблю мясные блюда, очень мне они сильно нравятся. Люблю гарниры хорошие. А макароны обожаю, без хорошей это макароны. Просто обожаю их. Ем фактически все. И вкусно люблю поесть. Не отказываюсь ни в чем. Спортом занимаюсь активно, каждый день, не по одному часу. Я и тренирую, и тренируюсь сам. Ну вот я говорю, остановился на весе, который 90 кг. А хочу я достичь веса 80 кг. Утверждаю, что смогу это сделать, ну где-то на протяжении месяца или полутора, не очень-то себя сдерживая. Чем же я буду, ну, чем я руководствоваться буду, да? Что я буду делать, чтобы похудеть так? Конечно, я чуть-чуть изменю диету. И больше всего я изменю ее не столько даже качественно, сколько изменю ее, в общем-то, ну, количественно. Особенно того, что касается гарниров, содержащих легко усваиваемые углеводы. Это картошка, это макароны, особенно мягких сортов. Ну, я их и не ем, как правило, я люблю твердых сортов, да, макароны. Из, ну, 30 твердых сортов. Но я постараюсь есть этого поменьше. Почему? Да, и всякие конфеты, исключу сахар. Я, конечно, сахар я уже, в общем-то, давно не ем. Я пользуюсь сам сахарозаменителем. Вот, и хочу сказать, что это очень сильно влияет, очень сильно помогает. А попробую даже еще и чай пить, зеленый или черный, даже без сахара. Постараюсь в этом найти какое-то удовольствие. Многие люди считают, что это вкусно и хорошо. Когда-то я тоже пил чай без сахара, было время. И тоже находил, что это вкусно и хорошо. Потом опять пристрастился есть, сам сладкий, вернее, ну, пить чай. И даже пить сладкий чай со сладкими конфетами и вареньем. И все намазывай на белый хлеб и все такое прочее. Я и сейчас буду это делать. Просто это буду делать намного реже, чем делал до сегодняшнего дня. Я не буду голодать. Ни в коем разе. Есть я, возможно, буду даже чаще, чем я ел до этого. В чем дело? Человек, который решил похудеть, не теряя мышечную массу, он не должен быть никогда голодным. Никогда. Иначе у него начнут утилизироваться его же собственные ткани. И прежде всего те ткани, которые легко могут утилизироваться. Есть сахара, есть белки. Это взаимозаменяемые вещества. Они могут синтезироваться друг из друга. Не в полной мере, конечно. Из сахара белок не синтезируешь. Если больше один сахар есть, то это очень делать трудно. А вот из белка сахара получаются элементарным. И когда мозгу не хватает сахара, но организма, ну, гликогена мало, глюкозы мало в организме, он начинает, в первую очередь, утилизировать собственные белки. Но не жиры. Жиры во вторую очередь. Поэтому, если человек худеет из-за недостаточного количества пищи, из-за того, что голодает, то он теряет массу. Да, но он теряет всю, в первую очередь, мышечную массу. И он вроде худеет, но некрасиво худеет. То есть, он массу тела теряет, но он теряет и силу свою теряет, мышцы теряет. Сдувается, как будто шарик. То есть, был такой шарик большой, он сдулся и форму не поменял. Какой он был вот такой вот, некрасивой формы, условно говоря. А он такой формы и остался, просто подсдулся. А вот для того, чтобы мышечный каркас сохранился, особенно, если он был, хороший, а жир ушел, для этого человек голодный не должен быть никогда. Он должен быть постоянно сытый. Но качественно он должен потреблять, конечно, белки. Он должен потреблять овощи, не жареные. И даже в меньшей степени тушеные, больше вареные. Это для того, чтобы нормально функционировало пищеварение. Потому что на одних белках пищеварение может тоже немножко подрастроиться. Что касается мяса. Мясо тоже надо есть, конечно, не очень жирное. Но без сухого мяса есть это очень тяжело. Те, кто это делал, они это дело понимают прекрасно. Поэтому нормальное, не очень жирное мясо надо кушать. Не надо себя сажать на одни куриные какие-то грудки. Расскажу я вам сейчас, как я сегодня в первый день уже построил собственную диету. Я сейчас встаю перед вами, вполне, в общем-то, сытый. С утра это самый большой прием должен пищи быть. Недаром древние говорили. Завтрак съешь сам. Вот завтрак у меня был сегодня достаточно весомый. Это было три пирога с мясом. Это было кофе. Был кофе, или было, сейчас уже по-всякому можно говорить, с сахарозаменителем. И макароны, которые я вчера не доел. Две столовые ложки буквально. И половина сардельки. Все это я съел после тренировки с утра. И хочу сказать, что это немало. Я реально живот-то набил. И даже подумал, что можно было и в меньшем количестве позавтракать. Но я решил завтраки сейчас делать самым содержательным и самым емким приемом пищи. Самым большим. И вот до всего часа, а сейчас уже два часа дня, я выпил литр кефира. Однопроцентного. Вот в чем я себя ограничивать не собираюсь. Чтобы желудок не булькал и не просил есть в первые дни, после того, как я начал количество пищи сам делать меньше. Я буду, что называется, его заливать по первому требованию кефиром. И всегда у меня в холодильнике будет лежать кусок вареного мяса. Он подошел, укусил и пожевал, если надо. Вот и сейчас обеденное время настанет. Сейчас я пойду и съем кусочек мяса с овощами. Ну что ж. А, и сразу скажу, что у меня запланировано сегодня на вечер. А на вечер у меня запланирован салат из овощей свежих. Может быть я яичницу съем на ночь. С кусочком мяса. Снова же. Овощи нельзя забывать. Ни в коем разе. Во-первых, и белки лучше будут усваиваться с овощами свежими. Хотя есть и мнения прям противоположные. Но лично я буду поступать вот именно таким вот образом. А вы сможете оценить, будет ли от этого эффект. Ну, конечно, не завтра, безусловно, а в процессе. Продолжение следует.